Все устают, выползают с этих совещаний. Почему это происходит? Производственники начинают доказывать, что это не их вина. Продавцы их обвиняют и так далее. Не хватает данных. Совещание руководителя затягивается. Это приводит действительно к большим, к серьезным потерям. Я думаю, что вы сталкивались с тем, что иногда совещания, которые проводят руководители, затягиваются. Все устают. Выходят не то, что полные силы и желания работать, а выползают с этих совещаний. Почему это происходит? Или как это происходит? Проводят совещания руководители, например, производственной компании по выпуску металлопластиковых окон. Там присутствует руководитель службы персонала, руководитель отдела продаж, тот, кто отвечает за рекламу, финансист, производственник и так далее. И во время вот этого совета затрагивают вопрос с каким-то одним бракованным окном, с каким-то одним недовольным клиентом. Производственники начинают доказывать, что это не их вина. Продавцы их обвиняют и так далее. Разобраться невозможно. Или затрагивают вопрос с предоставлением скидки какому-то определенному клиенту и, естественно, тут вступают финансисты, они спорят с продавцами и решить этот вопрос невозможно. Что происходит? Смотрите. В результате, когда мы сталкиваемся с таким сложным вопросом, наше совещание, совещание руководителя затягивается. При этом страдают, в первую очередь, те участники этого совещания, те руководители, которые наиболее ответственно относятся к планированию своего времени. Это приводит действительно к большим, к серьезным потерям. Что нужно делать? Если вы проводите совещание, вы должны знать одну вещь. Это очень важно. Если вы столкнулись с таким вопросом, который невозможно быстро решить, вы должны понимать, почему это происходит. Как правило, причина в том, что просто не хватает данных. Данные невозможно получить на совещании, если их заранее никто не подготовил. Данные нужно получать в жизни. Надо пойти и проверить, что там с этим окном. Надо запросить дополнительные данные в отделе продаж. Возможно, съездить к клиенту и посмотреть. То есть, требуется собрать данные. Поэтому, как только во время проведения вашего обычного еженедельного совещания вы столкнулись с такой проблемой, вы должны сразу же назначить другое время и место проведения совещания, посвященного решению именно этой проблемы. Указать, кто конкретно там должен быть. Потому что совершенно не обязательно, чтобы там были все руководители подразделений. Возможно, должны быть двое или трое. Дальше. Вам нужно указать, какие конкретно данные они должны собрать. Что они должны подготовить. И потом, конечно, это провести. Провести и найти решение. Всегда следуйте этому правилу. Как только вы столкнулись с проблемой и вы ощущаете, что для ее решения не хватает данных, организуйте отдельную координацию, отдельное совещание. Если вы будете следовать этому правилу, то вы получите прекрасные советы, прекрасные совещания, которые поднимают боевой дух всех участников. И, конечно, вы получите согласованность действий. Используйте это, и эффективность вашей работы возрастет. Продолжение следует...